Факты и мнения продолжает эфир телеканала Кубань24. Здравствуйте. Почти 40% россиян заявили, что вообще не употребляют алкоголь. При этом почти половина граждан России стали меньше пить спиртной за этот последний год. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Насколько цифры статистики соответствуют действительности? Стали мы меньше употреблять алкоголь. И сегодня об этом мы поговорим с врачом-наркологом Марией Гетманской. Итак, Марина Петровна, рада вас приветствовать в студии. Здравствуйте. Как вы считаете, вот те цифры, о которых я вот сказала только, что это реальная цифра по России, она совпадает с тем, что вы видите каждый день? Ну, мы соцопросов не проводим, мы работаем с людьми, у которых есть проблемы с алкоголем. Но официальная статистика гласит, что да, количество зарегистрированных больных алкоголизмом у нас снижается. В 2009 году, вот я продолжу, да, по статистике около 25% опрошенных тогда же, да, заявили, что вообще не пьют спиртные напитки. То есть понятно, что в 2009 год 25%, да, сейчас 40%. То есть очевидно, да, спад? Это да, это массовая профилактическая компания, как в России, так и у нас в Крае. Это всевозможные ограничительные, запретительные меры, воспитательные меры. То есть они дают свой результат. То есть это вот такой комплекс мер, да? Я вообще-то думала, что, ну, на самом деле, спиртное в цене поднялось, да, поэтому вот... У нас люди стали больше думать о своем здоровье. Ведь по данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека на 50% зависит от его образа жизни. Это не только, да, алкоголь, допустим, и курение. Это и питание, это и малоподвижный образ жизни. Поэтому люди иначе сейчас ведут себя, и здоровый образ жизни, он как самостоятельная ценность вышел в период у человека. А мне интересно, вот Кубань как регион, где, на каком месте в России стоит? То есть я думаю, что мы не самый пьющий регион. Может быть, если мы пьем, то за счет, наверное, отдыхающих летом? Приезжих, так сказать, да. У нас город... Край курортный, поэтому приезжих много. А традиционные мотивы употребления алкоголя у нас в России – это праздник, отдых, да, дни рождения. Поэтому, да, скорее всего, это из-за приезжих людей. А женщин много у нас, которые страдают алкоголизмом? Есть женщины, но, конечно, большая часть – это мужчины, и большая часть – зарегистрированных больных наркологической службы, это больные алкоголизмом, алкоголем и алкогольными психозами. Ну вот, например, из 55 тысяч зарегистрированных в 2016 году наркослужбой, около 76% – это, конечно, больные алкоголизмом и алкогольными психозами и употребление алкоголя с вредными последствиями. А когда вот вызов идет по линии скорой помощи, да, когда у людей, так называем, белая горячка, я не знаю, как это правильно называется в медицине, но вот когда у людей происходят какие-то такие психические уже отклонения, их много, меньше становится? Ну, важным показателем работы наркологической службы – это снижение доли лиц, перенесших алкогольные психозы. То есть это индикатор работы нашей службы. И если сравнивать, допустим, последних пять лет, то число впервые перенесших алкогольные психозы у нас снизилось более чем на 56%. И сейчас мы замечаем, что после всех праздников, ну, таких, например, как Новый год, число вызова скорой помощи, как гелирия или белая горячка в народе, или тяжелое похмелье, оно снижается, и это имеет факт. Ну, то есть по какой причине, как вы все-таки считаете? Потому что, ну, здоровый образ жизни, который мы так все полюбили в последние годы, да, ну, я не могу с этим связать, допустим. Давайте посмотрим вокруг, да, у нас и в парках. Я не думаю, что те, кто любит алкоголь, пошли все фитнесом заниматься в спортзале. Ограничили употребление. То есть, допустим, выпивал человек, ну, предположим, да, литр вина в какой-то праздник, юбилей, день рождения. И у нас, по данным Всемирной организации здравоохранения, более чем 60 заболеваний ассоциированы с алкоголем. То есть, каким-то тем или иным образом связаны с алкоголем. И чем больше человек выпивает, тем больше и выше риск развития этих заболеваний. Возможно, кто-то столкнулся с тем или иным заболеванием, которому привело алкоголь, употребление алкоголя. Поэтому... А есть какие-то наблюдения? Люди когда пьют? Вот когда, допустим, в стране кризис? Когда какие-то проблемы, сложности? Или наоборот, когда праздники? Ну, такой корреляции, наверное, у нас не будет. У нас есть понятие традиционные мотивы потребления. И у нас в России самообман таким образом. В начале 20 века не было понятия на день рождения употреблять алкоголь. Сейчас человек считает, что алкоголь снимает стресс, расслабляет, увеличивает коммуникабельность. Это все мнимо. И если дозировки употребленного алкоголя невысокие, то будет другой эффект. Я, конечно, наблюдаю сама. Меньше алкоголиков на улице стало. Это очевидно. Я говорю про Краснодар. Конечно, меньше. Но меня пугает, допустим, большое количество молодежи, которые пьют пиво. И меня пугает то, что сегодня пиво становится гораздо доступнее, чем литр молока. Потому что мы видим, что можно купить, и оно будет дешевле. Ну, это согласна. Но все идет у нас из семьи. У каждого ребенка, если в семье, допустим, в праздники употребляют алкоголь, повторюсь о традиционных мотивах потребления, то и у ребенка ассоциируется употребление алкоголя с праздником. У нас в настоящее время дети употребляют чаще пиво, с этим согласно, по доступности. Доступно. Но не будем забывать, что алкоголь на детский неокрепший организм оказывает намного больше влияния, чем на взрослого человека. Если вспомнить о составе того же пива, кобальт, который нарушает работу сердечной деятельности, который нарушает работу умственной и интеллектуальной способности. В первую очередь, это все патологии желудочно-кишечного тракта. Это и пищевод, желудок, который может повлиять кобальт на детский организм. Ну и в дальнейшем это как снежный ком приведет к более тяжелым последствиям. Социологи выяснили, 80% в россиян уверены в негативном влиянии любого алкоголя на организм. Ну, как бы мы согласны, правда? Точку зрения разделяет большинство тех, кто употребляет алкоголь. То есть те, кто пьет, согласны. Да, 65%. В существование безвредных спиртных напитков верят 15%. Процентов опрошенных, по их мнению, такими напитками является пиво, вино и коньяк. Давайте поговорим как раз о безвредных напитках алкогольных. Они есть такие или по этому нет? Ну, я не знаю, уместно ли к алкоголю использовать фразу, да, безвредный напиток алкогольный. Возможно, есть безвредные дозы. То есть это дозы, которые однозначно никто не скажет, какие они дозы, потому что все люди, мы разные. У каждого у нас разные организмы, разная генетика, разная наследственность. Поэтому даже Всемирная организация здравоохранения, она не может дать четких рамок, какая доза алкоголя будет безвредна для организма. Но бокал сухого вина для женщины или, допустим, два бокала вина для мужчины нанесут меньше вред, чем объемы в два-три раза больше. Каждый день? Нет. Вернемся к традиционным мотивам употребления. Ну, раз в месяц, допустим, день рождения у его семьи или друзей. То есть каждый день это алкоголизм употребления. То есть все-таки каждодневное употребление понемногу, это уже алкоголизм? Это уже алкоголизм, да. Стоит задуматься. 14% респондентов уверены, что лучше пить редко, но внушительными порциями. Вот как раз вернемся к тем дозам. Четверть участников опроса считает, что лучше пить часто, но понемногу. Вот это как раз-таки пугает, да? Расскажите, на самом деле вот те безвредные, скажем так, в кавычках напитки, о которых даже врачи говорят, я это слышала сама, да? Лучше выпить 50 граммов коньяка, допустим. Ну я согласна с этим, потому что, наверное, сначала, что в любом алкогольном напитке есть этиловый спирт. И неважно, в какой дозировке, это все равно токсический яд. В малой он дозировке будет или в большей дозировке, это все равно яд. И поэтому сказать о том, что 100 грамм коньяка или бутылку водки, конечно, мы придерживаемся такого мнения, чем меньше, тем лучше. То есть прямая связь идет от дозы употребленного алкоголя до риска развития тех 60 ассоциированных заболеваний с алкоголем. А что это за заболевания такие? Ну, разные. То есть это и инсульты, это и инфаркты, это и гастриты, это и рак желудка, возможно. То есть самые разные заболевания. В России, я знаю, что раньше пили достаточно много, да, в 90-е годы алкоголь стал доступен, алкоголь стал очень дешевым. Это повсеместно, допустим, молодежь, вот эти разные среднеградусные спиртные напитки, да, которые сейчас, хорошо, что занялись ими. Вот какой наносит, я хочу просто, чтобы нашим зрителям было понятно, какой ущерб наносит здоровью, вот неокрепшему организму, когда употребляют, и я знаю, что каждый день употребляют многие молодые люди. Ну, это вот, если посмотреть, да, структуру организма человека, то начиная от ротовой полости и заканчивая всем желудочно-кишечным трактом. Это, в первую очередь, конечно, пищевод желудок, потом поджелудочная железа, тоже пиво, если вернуться к нему, он обладает огромным гликемическим индексом, что способствует образованию диабета, формированию такого заболевания, которое проходит очень тяжело. И, то есть, сердечная деятельность, интеллект, память и дальнейшее развитие неокрепшего организма подростка впадает под цель алкоголя. А почему говорят, что наоборот, раскрепощение становится? Либо это временный эффект какой-то? Это временный эффект, и вернуться к началу, может, разговора, это от дозов. То есть, одни дозировки они приносят раскрепощение, коммуникабельность, человек расслабляется. Но увеличивая дозу того или иного напитка алкогольного, неважно, в каком содержании будет, это слабоалкогольный или коньяк, водка, то это другой эффект, это другие последствия. Спасибо вам большое за это интервью. Хорошо, что практически опрос совпадает со статистикой. Напомню, сегодня у нас в студии была врач-психиатр и наркологический диспансер Министерства здравоохранения Краснодарского края Марина Гетманская. Вот такое сегодня мнение, так действительно, по статистике, с каждым годом в России употребление спиртных напитков снижается. С вами была Юлияна Шнайдер. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok